здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами будем создавать контент а именно письма покупателю и администратору то есть вам письма то есть при покупке товара на вашем магазине то есть статусы которые письма которые будут автоматически отправлены и письма которую вручную будете отправлять через админ все это подробно мы сейчас рассмотрим но перед этим я хочу вам показать как поставить иконку я здесь разобрался помните мы на евро не поставили флаг действительно там не было у нас иконки флага я с разработчиками связался они мне показали что иконку надо просто разместить в нужной папке то есть иконки там нет давайте посмотрим как это сделать вы переходите в папку с курсом дополнительные материалы и папка файлы потом папка иконка и вот здесь есть иконка и вот здесь вот в текстном документе показано путь куда нужно ее разместить давайте копируем иконочку и открываем open server то есть на каком диске у вас он открыт я открыл у себя open server домены и выбирайте ваш домен магазина открываете папки сайта дальше мы находим папку media заходим внутрь дальше мы находим папочку мод language открываем ее потом папочка images и вы видите здесь у нас все флаги мы правой кнопкой мыши и вставить скопированную иконку у меня здесь она уже есть поэтому я ее заменять здесь не буду вы вставляете ее сюда после этого проходим в админку нашего сайта переходим компоненты jumla касса валюта заходим наше евро и находим наш флаг вот она ведь да я у теперь у нас появляется флаг евро сохрани закрыть все теперь у нас здесь все с вами в порядке и так давайте переходим к теме нашего сегодняшнего урока мы переходим с вами jumla и контент вот этот пункт меню контент мы с вами сюда однажды уже заходили когда создавали правила магазина в этой вкладке мы создадим все письма основные письма которые нужны нам то есть заготовленные письма которые будут отправляться покупателю и вам администратору нажимаем создать и сразу тип мы выбираем статус заказа мл заголовок мы пишем например вот такой в ожидании подтверждения оплаты позже вы поймете зачем эти письма сейчас делаем все по порядку сейчас вы за мной повторяйте и создаете точно такие же письма конечно потом когда вы уже совсем разберете все поймете заголовки это все вы сможете потом переименовать зайдя в данное письмо и дальше нам нужно будет поработать вот здесь контентом здесь мы будем писать то что будет отправляться на электронный ящик покупателю то что он будет видеть и читать здесь также присутствует вкладка теги email здесь ничего сложного нет здесь просто показано какие названия вы можете вставить то есть какие вам нужны в само письмо идет подсказка например айди заказа айди заказа всегда индивидуальный у каждого товара соответственно он в каждом письме должен меняться в зависимости от товара да поэтому мы не можем прописать просто в письме например цифру заказа потому что она всегда меняется да как я уже сказал поэтому здесь устроена так напротив айди заказа стоит тег мы его копируем и подставляем например с текстом пишем айди заказа и потом подставляем вот такой тег прямо вот сюда в редактор соответственно в самом письме данный так не будет отображаться и вместо тега будет отображаться реальный айди заказа как это выглядит в реале переходим новый материал я просто скопирую уже заготовленный свой текст и вставлю в html и смотрите что здесь есть вы можете писать здравствуйте и так что за тег мы смотрим вот он так знаете имя покупателя имя покупателя же у всех свое имя правильно соответственно здесь нужно подставлять тег и в письме будет так здравствуйте например анатолий то есть как он себя назвал когда покупал товар заполняю в форме поле имя да соответственно такой же имя будет подставляться здесь надеюсь вот это вот понятно вы можете сейчас просто посмотреть и переписать вот это все подставляя нужные теги то есть вы например пишите ваш заказ с кодом такой-то значит вы смотрите то есть вы должны разобраться каждый код за что отвечает то смотрите как он называется переходите теги email ищите его здесь в тегах и напротив читаете что это значит также если вам будет начали тяжело понять я наверно в папке с уроком приложу вот этот вот код в html как он есть вы его просто скопируйте зайдете вот так вот когда будете создавать письмо кликните вот по этой вот скобочки исходный код вставить сюда и ok дальше давайте разберем вот этот вот вот эта вот строчка ссылка да тоже важно какая здесь должна быть ссылка давайте посмотрим что за ссылка клику на скрепочку вот адрес ссылки вы здесь подставляете вот такой вот тег посмотреть состояние заказа да то есть нас перебросит на страницу состояние заказа помните где мы смотрели там такая оранжевая круглая иконка было написано но еще более детально это разберем с вами так давайте еще раз я вам все сначала покажу я здесь все удаляю так если вам тяжело и вы сами письмо пока не готовы написать вы переходите в папку с курсом заходите в папку с уроком 30 урок до письма покупателю я здесь вам созданы остальные письма какие здесь нужны пока мы рассматриваем в ожидании подтверждений то есть вот текстовый документ так и называется вы его открываете и целиком вот так вот аккуратненько все абсолютно все что есть письме выделяете и копируете документ закрываете вы переходите вот так вот в админку создание данного письма кликайте вот по этой иконке исходный код всплывающем окне правой кнопкой мыши вставить просто вставите код окей и здесь уже вам будет удобней наверное легче редактировать текст на свой да то есть вы просто можете выделить текст аккуратненько там удалить и написать какой-то свой текст например вам какие-то вот эти параметры то есть они смотрите они не обязательно вот эти вот теги да но это самый такой сказать минимум шаблон возможно вам нужно вы захотите давайте еще какие-то теги да не забывайте менять данные на свои обязательно внимательно смотрите что за текст потому что вот здесь вот внизу например стоит мой адрес вы здесь подставляете например свой адрес там с уважением там магазин такой туда очень здесь просто подумайте продумайте как составить данное письмо на фоне моих шаблонов вот этих вот все в принципе у нас письмо готово в ожидании подтверждения да мы нажимаем сохранить и создать создадим еще несколько следующий заголовок письма мы пишем заказ магазине это письмо будет предназначен администратору то есть вам тип выбираем email о заказе администратору значит в редактор мы вставляем также в папке с уроком заказ магазине также откройте документ скопируйте код не забываем сначала кликнуть на исходный код и вставить его здесь чтобы вот эти все жирности жирный текст присутствовали теги да опять же вставили и на фоне письма уже здесь удаляется что-то правите что-то добавляете может быть какие-то теги еще захотите добавить здесь здесь принципе все самое необходимое есть нужно только заменить здесь на свое вот это обязательно замени до название на свое все здесь все понятно я думаю здесь я уже не останавливаюсь более детально здесь все то же самое по аналогии как и первое письмо мы нажимаем сохранить и создать следующее но письмо создаем заказ отменен он бывает всякие ситуации когда вы можете отменить заказ до человек там положил товар в корзину нажал купить не оплатил разные могут ситуации письмо у вас должно быть заготовлено тип статус заказа и mail выбираем также копируем текст в папке с уроком находим блокнот с таким же заголовком открываем исходный код вставляем ok вставили посмотрели отредактировать текст сохранить и создать следующими пишем изменение статуса заказа тип статус заказа и mail вставляем текст предназначен для этого письма это соответственно для администратора до письма сохранить и создать дальше пишем заголовок информация заказе тип мл о заказе покупателю выбираем то есть понятно из названия что данное письмо будет отправляться на электрон ящик покупателю на тот электрон ящик который укажет при покупке товара выбираем исходный код вставляем текст также из папки с уроком вы этот текст возьмете вставляем и также редактируем его на свой нажимаем сохранить и создать заголовок пишем оплата принята статус заказа и mail и контент вставляем вот таким вот образом нажимаем сохранить и закрыть таким образом у нас получается 7 писем можно сделать больше можно сделать другие это все вы уже сможете понять когда потренируетесь поделайте по по отправляйте письма по создаете заказы это все мы будем делать следующих уроках и у вас уже потом не возникнет никаких сложностей каких-то вопросов все будет здесь понятно процесс создания писем у нас закончен основные письма мы создали на этом значит уроке все и увидимся с вами в следующем а